добрый день захотела себе пошить косметичку у меня завалялась вышивка слегка бракованная я не выбрасываю вот ее брак стянула почему-то мне вышивку стянула но я их не выбрасываю потом всегда находится куда применить эти слегка испорченные вышивки я решила себе пошить косметичку себе или в подарок кому-то у меня есть такой кусок тоже от какой-то обуви был мешочек его распорола хочу это вырезать нашить сюда только потом подумаю как мне дальше оформлять чем какой тканью в голове нарисовалась и вот вместе с вами буду начинать делать потихоньку свою косметичку аппликацию я вырезала нашивать хочу ее на слой шерсти нашу на слой шерсти это обычная шерсть для валяния я ее оформила по кругу пришью потом аккуратно обрежу буду продолжать дальше пристрачиваю круг своей любимой строчкой для аппликаций потом покажу поближе полдня выбирала основу на которую нашивать буду что-то я долго не могла решиться прям не похоже на меня я обычно делаю потом думаю в этот раз как-то получилось наоборот я уже пришила аппликация подровняла подрезала слой шерсти который торчал я сделала прокладкой шерсти еще раз повторюсь остатки по кругу там вырезала и сейчас буду делать следующий этап мне нужно обработать вот здесь вот роликом и вниз пока я просто обошью зигзагом внутри уже когда будет сейчас мне еще нужно подкладку собрать тоже из кусочков я соберу подкладочку я пока учусь поэтому стараюсь использовать самые такие все ткани свои самые самые кусочки ткани все новые но просто как бы совсем такие никуда не будут востребованы покажу следующий этап когда подойду к нему еще хочу обратить внимание на то что края здесь вот такие махрятцы как сказать я хочу такой немножко винтажный вид придать потом конечно немного подровняю что так сильно не торчали кончики но я специально с отступом делала и без подворота без отделки именно хочу чтобы такие пушистые края были мне очень нравится я собрала подкладку из кусочков на видео сильнее строчка видна чем в жизни я особо не подбирала цвет нитки скрепила все это подклада значит здесь основа которой вот я пришивала эту ткань эту ткань и подклада все это я скрепила по периметру сейчас я подровняю и буду пришивать рулик с этой стороны и с этой стороны рулик не совсем цвет но голубой ничего страшного и потом я пришью замочки а потом буду собирать боковинки вот что у меня уже получилось сейчас я к этим двум сторонам пришиваю молнию молнию я уже заготовила вот она сейчас я отрежу ниточки только телепаются у меня у меня потайная старенькая но я пока что как говорила делаю из всяких остаточков которые мне совершенно ни к чему не нужны выбросить их жалко тканюшки новые замочек нашла в цвет откуда-то отпор от и данным давно сейчас я все соберу замочек я вшила так как ткань у меня была сама заготовка была гораздо шире чем длина замка я сейчас покажу как я сделала пришивание замка я загибаю вот таким образом концы вот видите сейчас я выверну и покажу как это выглядит на изнанке вот эти загибы уходят на изнанку потом я зашиваю бока можно под верлок можно роликом обработать так как это у меня тренировочные так сказать косметички я сейчас еще одну покажу первую самую не особенно стараюсь их обрабатывать главное что просто было аккуратно и ничего потом не сыпала здесь я слегка еще подрежу то что лохматится если закрепила уже нужно только подрезать и все и здесь я уголки прострочила обрезать вот это я не буду не хочу потому что потом все равно нужно обрабатывать и ну жалко машинку толстовато здесь оверлоком мне тоже не хочется когда уже будут целые кусочки совершенно без такой вот сборки из остаточков откровенных тогда уже я могу подключить оверлок или уже полностью обрабатывать эти края роликами так как это для моего внутреннего так сказать пользования самое главное чтобы у меня не сыпались никакие обрезочки отсюда поэтому сейчас я обработаю обрежу все эти остаточки покажу как это выглядит на лицевой стороне и покажу еще одну косметичку которая по этому же принципу сделала вот как выглядит лицевая сторона здесь можно поправить в принципе можно там и закрепить строчкой ну я не хочу я хочу чтобы эти были свободные такие места поэтому края ну а так вот она достаточно вместительная симпатичная такая косметичка и хочу для сравнения показать вторую как бы она первая я ее первую сделала здесь я сделала с аппликации и она получилась более плотная за счет ткани слоев здесь меньше а тканем получилось плотнее обратите внимание здесь замок такого же размера как и в синей косметичке но сама косметичка мельче и она более соразмерно замку получается и как-то такой вид у нее получается более профессиональный скажем так поэтому вот нужно взять на заметку что все таки здесь не было жалко обрезать ткань дома и обрежу да ладно допусти замок не подобрала подлиннее если подлиннее но по цвету совсем не подходили поэтому я поставила уж такой небольшой теперь буду умнее буду ставить соразмерные замки соразмер на размеру самой косметички тогда это будет иметь более товарный вид сейчас я покажу с изнанки эту косметичку вот она тоже подкладка тоже из кусочков это у меня был большой моток всяких остатков кусочков подклады видите здесь края эти короче она более смотрится приятно более профессионально здесь я вообще нитки не подбирала думаю испорчу выкину меньше мороки но зато я попробовала аппликацию я давно мечтала попробовать я такая швея совершенно начинающая поэтому не судите строго вдохновилась на косметички я на канале анны полковниковой если все таки мне не удастся поставить ссылку на ее канал то можно просто найти анна полковникова там очень много мастер-классов по сумкам по косметичкам по клатчам почему угодно очень такая девушка приятно очень доходчиво рассказывает я сначала просто смотрела интересовалась шью я редко и вот это мои первые такие косметички прям я очень довольна очень благодарна здесь я еще немного вот так иголочка растрепаю прям чтобы бахрома такая получилась мне очень нравится с размером немножко я промахнулась но ничего у меня разные замки есть я запаслась новыми это я для пробы старые замочки откуда-то выпороты 300 лет назад а так у меня и кожи кусочки есть я попробую с кожей комбинировать даже платки у меня есть шерстяные красивые кусочки вернее от платков что-то я делала если что-то еще у меня появится новенькая я обязательно покажу всего доброго удачи попробуйте тоже сделать такие косметички очень удобные очень нужное хозяйстве такие вещички поэтому рекомендую до свидания всего доброго и и и и и и и и Продолжение следует...